Более 13 тысяч неканализованных объектов. Столько было выявлено в Сочи за последние годы борьбы со сбросом неочищенных стоков. Во всех районах курорта продолжают и сегодня работать межведомственные комиссии. Сейчас основная часть собственников уже устранила замечания. Осталось еще около 4 тысяч. Администрация города, край активно участвовала в этом процессе. Бесплатно какие-то подключения делали тем, кто социально нуждался в этом. Понятно, что были разные ситуации. И воду отключали, и будем отключать до тех пор, пока не приведем все соответствия. Потому что в самом деле большинство граждан, которые пользуются Черноморским побережьем, мы должны защищать. Здесь поставлены на системном уровне работы. Работают действительно хорошо и есть серьезные показатели. Больше 50% достигнутых успехов по городу. Это по краю в целом. Это подключение к центральной системе канализования. Это и установка локальных качественных сооружений. Более 50% – это город Сочи. Результаты более чем убедительные. Пробы морской воды минувшим летом, по оценке главного санитарного врача России, отвечали всем стандартам. В целом в городе принято свыше 5 тысяч заявок на получение техусловий для присоединения к городской канализации или установке лосов. Еще более 5 тысяч объектов заключили договоры на вывоз ЖБО. Ну а в ЛАО планируется установить очистные сооружения, которые остались в городе после Олимпиады, рассказал мэр Сочи. Как раз взяли локальные очистные сооружения, которые были в строительных городках нашего РЖД, в полном объеме забрали и сейчас они его монтируют. Поэтому мы надеемся, очень надеемся, что выделили деньги плюс 10 миллионов рублей на ЛАО и Вардоне. Новые очистные планируют запустить уже к началу купального сезона. Вторым важным вопросом совещания стало накопление ТБО на территории мусоросортировочного комплекса и Адлерской птицефабрики. Сейчас там скопилось 20 и 10 тысяч тонн отходов соответственно. И если завод имеет на это соответствующую лицензию и количество мусора не превышает ГОСТы, то на птицефабрике свалка выросла в нарушении всех норм. Свою территорию фабрика отдала в субаренду предпринимателю, который планировал разместить здесь специализированную технику – мусоровозы. Ну а в результате на площадке образовалась настоящая свалка. По этому объекту надо вывести всего лишь нацию. Дело в том, что есть и решение суда на этот счет. Они сами должны вывести. Есть хозяин земли, вернее арендатор, это птицефабрика, которая в принципе, чтобы по идее, что мы их, я их собирал в последний раз и дал им срок, что друзья, мы не собираемся иметь дело с тем, кому вы сдали в аренду. Вы взяли у нас землю и передали в субаренду. Предприятие, устроившее свалку на птицефабрике, занимается сбором и вывозом мусора. И таких в городе порядка 20 организаций. Мониторинг показывает, что мусор из города ими практически не вывозится. Недобросовестные предприниматели попросту раскидывают отходы по контейнерным площадкам или устраивают незаконные свалки. При этом берут со своих клиентов немалые деньги, которые должны пойти не только на вывоз, но и на сортировку отходов. В итоге разгребать это в прямом смысле слова приходится САХУ. Только 60% мусора, который вывозится этой компанией, оплачен. Отсюда и убытки, отсюда и высокий тариф для жителей. Сейчас объемы мусора увеличиваются с каждым годом, особенно в пик курортного сезона. Справиться с этой проблемой поможет мусороперерабатывающий завод, который планируется открыть в Сочи по федеральной программе. Мы вошли в эту программу, там получен зеленый тариф, поэтому я думаю, что в течение двух лет у нас будет построен мусороперерабатывающий завод. Сейчас это проектирование, привязка будет производиться. Мы в программу вошли. Зеленые технологии предприятия разработаны совместно компаниями Швейцарии и Японии. Аналогичный завод работает, например, в самом центре Вены, в Австрии. Новый комплекс будет заниматься в Сочи только мусоропереработкой. Так называемые хвосты от производства будут вывозиться на полигоны за пределы города. Тем более, уже к концу марта должен быть в полном объеме введен в эксплуатацию полигон в Белореченске.